Ребята, всем привет! С вами Хелс Натали, я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас с вами очень хайповая, актуальная тема – глютен. Есть или не есть, кому, когда, стоит его ограничивать, либо не стоит. В общем, сегодня разберем все самые основные интересные моменты. Если вам это актуально, то продолжайте смотреть. Итак, самое основное, еще бы я хотела начать. Глютен, чтобы вы понимали, в принципе, перевод значения этого слова, это клейковина. Если вы на летних каникулах бывали у бабушек и дедушек в деревне, то наверняка знаете, что раньше обои клеили именно на пшеничной муке. То есть разводили такой специальный клейстер, в принципе, за счет именно глютена, клейковины. Эта смесь получалась липкой, и мы могли на нее приклеить обои, и не только. Если вы вот это все помните, то можете представить себе, что происходит в вашем кишечнике. Точно так же глютен, вот эта клейковина, по сути, обволакивает стеночки вашего кишечника. И здесь самый важный момент, чтобы вот этой вот слизи, этой клейковины не было, самое главное, избытка. Наверняка многие из вас спросят, ну как же так? Наши бабушки, дедушки ели ту же самую пшеницу, ели хлеб, и никогда не заморачивались вообще по этому поводу. А что сегодня пошло не так? Почему вдруг глютен начал демонизироваться? Почему его нельзя есть? И так далее. Значит, смотрите, что бы я вам хотела на это сказать. Во-первых, самое основное, что вы должны понимать, что в 20 веке, где-то примерно в 1970-х годах, был запретен новый сорт пшеницы. И этот сорт, для того, чтобы он легче выращивался, да, чтобы меньше повреждался там катаклизмами какой-то природы, этот сорт содержит в себе гораздо больше глютена, чем это было раньше. Это самый первый момент. Во-вторых, к сожалению, опять же, вы должны понимать, что если раньше наши бабушки и дедушки, да, ели хлеб, конечно, они ели его не в таких количествах, там, про муку высшего сорта вообще никто не знал, белой муки не было и в помине, все это мололось на мельницах, она была нормального цвета, да, то есть вы же понимаете, что сегодняшнюю муку отбеливают всякими там хлоридными штуками, я в этом мало чего понимаю, но, в общем, это совсем сегодня нам не важно. Но смысл в том, что глютен сегодня содержится далеко не только в муке. Мало того, что ее стало очень много, то глютена в принципе стало очень много. Все шоколадки, конфеты, какие-то соусы, то, что вы даже никогда не подумаете, содержит в себе глютен, либо следы глютена. То есть что мы получаем? Мы получаем, что вот этой вот клейковины в нашем рационе становится слишком много, и проблема именно в ее избытке. Потому что если у вас здоровый кишечник, если там все хорошо, если вас ничего не беспокоит, в принципе все нормально, да, то есть не переусердствуйте просто с глютеном. Я думаю, что никаких явных таких симптомов, дискомфорта вы не заметите. Но давайте разберемся, в каких же случаях нам стоит задуматься, есть нам глютен, не есть, стоит нам его ограничивать, либо не стоит. Итак, пункт номер один, на который я хотела бы обратить внимание, это какие-то проблемы с ЖКТ. Если у вас есть что угодно, да, если у вас есть проблемы с запорами, проблемы с диареей, какой-то непостоянный стул, если у вас какой-то дискомфорт возникает после приема пищи, если какие-то непонятные вздутия, если вас тянет ко сну после еды, это тоже очень, кстати, важный симптом, я рассказывала о нем в ролике про пищевую непереносимость, если не смотрели, то обязательно посмотрите, то вполне вероятно, что в вашем рационе что-то вам не подходит. Если мы говорим конкретно про глютен, то вероятно, что именно глютен вам не подходит, если вы его едите на постоянной основе. Что стоит сделать? Вы должны понимать, в первую очередь, в какой пище из той, которую вы едите постоянно, может содержаться глютен. Посчитать это, в принципе, несложно. Дальше вы можете просто провести самый простой эксперимент, убрать глютен из рациона, ну, хотя бы на пару недель. Максимально уберите, хотя на самом деле, чтобы антитела глютеновые перестали циркулировать в крови, должно пройти достаточно большое количество времени, лучше, чтобы это было где-то 3 месяца, полгода, тогда мы сможем оценить картину более реально, более адекватно. Но если вы убираете на 2 недели, и вы видите, что ваша симптоматика практически исчезает, что все ваши симптомы растворились, вы чувствуете себя прекрасно, вы перестали хотеть спать после еды, вы, в принципе, перестали бежать в туалет после непонятного потребления, например, хлебушка, и все стало хорошо, то это повод подумать о том, что именно в глютене вполне вероятно могла быть ваша проблема. Следующий пункт, на который я хотела бы обратить внимание, это наличие каких-то аутоиммунных заболеваний. Что относится к списку аутоиммунных заболеваний? Вы можете просто-напросто загуглить, это какой-то аутоиммунный тиридит, это витилиго, то есть, в принципе, все, что вы увидите в этом списке, наверняка те, кто болеет аутоиммунными заболеваниями, об этом уже знают. И вот если у вас аутоиммунные заболевания есть, то я бы очень рекомендовала быть вам внимательной к глютену и очень с ним осторожной, потому что все-таки глютен является фактором, который, я уже сказала, обволакивает кишечник, вот это вот слизью, он травмирует микроворсинки, которые у нас тоже защищают наш кишечник, и получается, что, по сути, он поддерживает воспаление, то есть, он их травмирует, и вот этот вот перманентный воспалительный процесс, он постоянно, как бы, ну, скажем так, он не может закончиться, он постоянно находится в таком хроническом состоянии и никак не может завершиться. Чтобы нам вот этот вот замкнутый порочный круг разорваться, нам нужно, соответственно, прекратить вот этот вот воздействующий, повреждающий, да, вот этот момент, для того, чтобы, соответственно, мы дальше уже смогли это воспаление заживлять. Потому что если постоянно воздействовать одним и тем же каким-то повреждающим веществом, да, вы помните, что наш организм, он не дурак, он понимает, что это вещество все равно поступает, значит, ему нужно что-то делать, да. Соответственно, что делает организм? Он начинает все свои силы, все свои ресурсы направлять на купирование вот этого вот воспаления. То есть туда уходят абсолютно все там минералы, да, какие-то защитные все вещи, ну, если так образно говорить, да. А какие-то другие органы и системы могут страдать, потому что все ресурсы слиты на то, чтобы вот это вот купировать, вот это вот воспаление. И у вас могут возникать какие-то странные симптомы, вообще никак не связанные с пищеварением, да. Например, вы можете чувствовать слабость после еды. Почему? Потому что вся энергия вашего организма слилась на то, чтобы вот вы съели, у вас пошло повреждение, чтобы вас защитить, чтобы вас спасти, чтобы там регенерировать максимально быстро ткани, вся энергия ушла туда. А энергии на ваше настроение, на какие-то процессы бодрствования уже просто не осталось. И, соответственно, вот такую картину вы получаете на выходе, а виноват во всем глютен. Итак, если вы все-таки хотите разобраться, глютен виноват в ваших каких-то проблемах, либо не виноват, я вам рекомендую, если у вас есть аутоиммунное заболевание, если есть какая-то симптоматика, про которую я рассказала, то все-таки уберите глютен. Уберите хотя бы на пару недель, посмотрите. Я уже тоже повторюсь, если симптомы прошли, то все нормально. Если же ваши симптомы все остались с вами, то можно пойти дальше в вашем эксперименте и убрать глютен на несколько месяцев. Иногда бывает, что за несколько месяцев действительно картина меняется, и таким образом вы увидите реальное положение дела. Если за три месяца, в принципе, все становится хорошо, то вы можете начать постепенно вводить глютен в рацион. Обычно, если после длительной элиминации вы вводите его, и у вас действительно была какая-то непереносимость, то вы почувствуете реакцию практически сразу. То есть это будет какая-то диарея моментальная, причем рекомендуют делать именно глютеновые нагрузки, то есть есть его сразу в большом количестве. Если же все прошло гладко, можете потихонечку в небольших количествах его есть. Вполне возможно, что вы кишечник заживили. И таким образом важное, самое основное, что вы можете сделать, не есть глютен на постоянной основе. То есть позволяйте себе это в отпуске, позволяйте себе в какие-то выходные дни, но не так, чтобы это было каждый день. Там хлеб, булки, какие-то соусы, вот это вот все вам не нужно. И еще один важный момент по поводу анализов. Давайте все-таки поговорим. Вы знаете, что можно сдать анализы на антитела, которые будут вроде как показывать, да, все-таки есть у вас глютеновая чувствительность, либо нету. Здесь есть два важных анализа. Я напишу вот здесь, чтобы вы не пугались страшных слов. И тут сразу хочу вам сказать, если вы сдаете антитела и видите, что у вас там все чистенько, сразу смотрим, что мы ели накануне. Потому что если вы сдаете антитела, то вы должны понимать, что перед этим у вас обязательно должна быть глютеновая нагрузка. То есть должны вы недели 3 есть глютен чуть ли не каждый день, и перед анализом обязательно поесть глютен, чтобы у вас эти антитела, собственно, выработались. Если вы едите глютен редко, если вы едите его мало, либо если вы его ограничили, например, через неделю, то вполне вероятно, что вы этих антител не увидите. Но это не значит, что все хорошо, это значит просто, что у вас не было вот этой глютеновой провокации. Помимо этого, конечно же, можно сдать какие-то генетические анализы, они тоже вам покажут, все у вас хорошо, не все хорошо. Но я вам скажу так, что наш организм огромная, повторюсь еще раз, компенсаторная машина, очень многие даже генетические полиморфизмы он может и умеет компенсировать. Поэтому вполне вероятно, что у вас может оказаться глютен там в красной зоне, но вы этого даже не будете знать, не будете замечать. То есть за счет вот этих вот обходных путей организм будет вам, скажем так, блокировать вот эту вот какую-то явную симптоматику, но наверняка будет страдать где-то что-то в другом месте. Поэтому все-таки, если вы видите генетическую историю, то все-таки я рекомендую тоже отказаться от глютена. И не забывайте, что все-таки непереносимость и пищевая чувствительность, аллергия – это разные вещи. Поэтому, если вы видите какие-то реакции, незамедлительного действия, вы убираете однозначно. Если же вы видите какие-то истории с сонливостью, с плохим настроением, с плохим всасыванием минералов, проблемы какие-то в ЖКТ, тогда мы действуем по той схеме, которую я вам, в принципе, уже описала. Я надеюсь, что этот ролик немножечко прояснил вам ситуацию по глютену, что вы теперь будете знать вообще, что это, что с ним делать, стоит убирать, не стоит. Будете пробовать, будете для себя что-то выяснять, решать, и обязательно поймете, стоит конкретно вам его есть, либо не стоит. Ну, я благодарю вас за внимание, и мы обязательно с вами увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока!